Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Кеша, и я, как и прежде, живу у собаки на диване. Вот, собственно, собака, вернее, пёс, его зовут Максим. А вот это кухня, на которой мы живём. И сегодня мы с Максимом хотим предоставить вашему вниманию небольшой лайфхак о том, чем же можно заняться, не выходя из дома. Ну, поскольку сейчас многие люди практически безвылазно находятся в своих вот этих вот живых помещениях, кто-то на карантине, кто-то на самоизоляции, кто-то работает удалённо. И вот это обилие свободного времени многим просто-напросто в тягость. Не всем, конечно, и не мне, точно не скажу, не мне, но многим действительно в тягость. Возникает вопрос, что делать? Что вообще делать, когда надоел телевизор, компьютер, и телефон, и граммофон, и патефон, и физзарядка, анонизм, там, прыжки на месте, всё надоело, осточертило? Чем можно же заняться? А я вам отвечу. Можно произвести переучёт черепах. Как это делается? Очень просто. Сейчас я вам всё расскажу и покажу. Для начала собираем всех черепах, какие есть у нас в доме, и начинаем считать. Типа того. Раз черепаха, два черепаха, три черепаха, и четыре черепаха. И всего я насчитал таким образом четыре черепахи. Хотя должно быть три. Пересчитываем. Раз, два, три, четыре. Всё равно четыре. Есть ошибка. Ощупываем черепах на предмет их реальности. Вот, самозванец. Вообще бутафория какая-то. Не знаю, как она сюда попала. Всё. Итого у нас осталось три черепахи. Всё верно, ура, переучёт закончен. Данная процедура, она является очень важной, необходимой, и весьма занимательной. Как и само содержание в доме черепаха. Почему это важно? Я могу объяснить, но для этого нам придётся обратиться к основам космологии. В прежние времена астрономы и звездочёты утверждали, что наша Вселенная бесконечна, и кроме того, она ещё расширяется. Совсем недавно это утверждали, причём это совершенно непонятно, как она бесконечна, ещё расширяется. Там существуют массы тёмной энергии, тёмной материи, а пролетев через центр чёрной дыры, мы попадаем в сингулярность и не почувствуем никакого горизонта событий Бога. А сейчас уже многие это опровергают, и уже учёные говорят, что нет никакой тёмной материи. Нет её, не существует. И кроме того, всё чаще звучат заявления о том, что Вселенная, она всё-таки конечна. То есть актуализированное пространство имеет свои пределы, как утверждал ещё в своё время Аристотель. А сама планета Земля, она лежит, или стоит, ну каким-то образом держится, на 12 слонах, а слоны, в свою очередь, а не слоны, они стоят на черепахе. На огромной черепахе, конечно, не на такой, на несколько другой, ну, огромной космогонической черепахе вот этого бытия. И таким образом все маленькие земные черепашки являются слегка искажённой микропроекцией огромной гигантской космогонической черепахи в наш мир. И таким образом, посредством должной заботы о черепахах, мы можем приобрести возможность получать различные бонусы из космоса. Ну, бонусы как-то богатства, славу, власть над всеми царствами мира. Ну, если даже не это в полной мере, то уж во всяком случае от коронавируса мы точно будем избавлены. И вот сейчас на ваших глазах я попытаюсь обратиться к этому базису бытия. Посредством, конечно, моих маленьких друзей. Сейчас, вот это это. Эй! Ты слышишь меня? Большая черепаха! Большая черепаха! Ахаха! 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 Ахаха!